Расплатиться транспортной картой, получить скидку в маршрутке. В челябинских автобусах устанавливают терминалы безналичной оплаты. Но введение пока работает только на трех маршрутах. На каких расскажет Светлана Круковская. Давайте попробуем. Давайте вы дадите мне сдачу якобы с 50 рублей. 50? Легко и непринужденно. Этот эксперимент наша съемочная группа проводит в одном из маршрутных такси Челябинска. Водитель Сергей Харитонов. Лавирует в потоке машин, следит за дорогой и вслепую отчитывает сдачу с 50 рублей. Такие трюки теперь останутся в прошлом. Сегодня в Челябинске в маршрутках начали устанавливать первые терминалы для безналичного расчета. Нововведению водитель рад. Стараешься, конечно, на светофоре где-то, на остановке рассчитаться. Но передают практически всю дорогу. Меньше отвлекаться от дороги. Да и людям не стоять, не ждать, когда сдачу отдадут. Товарищи пассажиры, теперь вы можете приобрести транспортную карту. Маршрутные такси Челябинска начали оборудовать терминалами для безналичного расчета. Правда, рассчитаться простой банковской картой не получится. Пассажир должен будет предъявить транспортную карту. Она же действует в автобусах, троллейбусах и трамваях. Уже сегодня расплатиться пластиком можно в маршрутках номер 12, 24 и 22. Автобусы, где действует безналичная система оплаты проезда, отмечены наклейками. Жители города такую инициативу поддерживают. Быстро и все, и рассчитался. Все очень удобно. Ну, по крайней мере, с мелочью с это не возишься. Купюры крупные. Бывает, что даже у них нет размены. Расплачиваться в маршрутных такси карточкой предложили в ГИБДД Челябинска еще в начале февраля. Госавтоинспекторы считают, что снова системой проезд станет безопасней. Ведь водитель будет следить за дорогой и не считать деньги. К тому же, повысить цену на проезд самовольно владельцы маршруток не смогут. Плата за билет снимается автоматически. Оборудовать все маршрутки терминалами планируют до конца года. Перевозчики будут обязаны оборудовать маршрутные такси специальными терминалами или взять для их обслуживания кондукторов. Расплачиваться пассажиры смогут транспортными картами. Причем на них действует специальная скидка. Вместо 18 рублей пассажиры будут платить 17. Свои плюсы в безналичной оплате видят и перевозчики. Для меня, как руководителя, дает возможность просчитать дополнительный пассажиропоток, привлечь новых клиентов к водителю. Власти города пошли навстречу частным перевозчикам. Электронные терминалы стоят около 30 тысяч рублей. Их предлагают брать в аренду с последующим выкупом. Сегодня владелец терминалов предоставляет в аренду с последующим выкупом. То есть возможность рассрочки по платежам. Безналичный расчет в маршрутках сейчас работает и в других городах России. В Москве, Казани, Екатеринбурге. Транспортную карту на Милалом от 100 до 500 рублей будут продавать прямо в маршрутках. Купить ее можно и в автобусах, на конечных остановках или на автовокзалах города. А продлить или поменять в почтовых отделениях. Светлана Круповская, Евгений Чекалов, ОТВ.